Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1488. Событие дня. Откровение 1117. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мёртвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мёртв, и все живы во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти за 8 января 2020 года. Вот обращение. Помощи ищем. Чтобы нашему брату Игорю Александровичу Барабашу, старости деревни, кто-то нашёлся богатый человек и помогли приобрести новый комбайн. Он на развалюшке ездит. И вот 4 ролика про них. Что тут всё без обмана. Вот так вот. Так, и что же это такое? Почему тут пропуск? Ну, ладно. Это наше сотрудничество, там с чатом называют, кто участвует, пишут письма, я их все беру. Мысли бывают глубокие, из святых отцов, и не сонно. Тем более, занятия идут три раза в неделю по Библии святой. Если кажется, что я быстро провожу, то курсором затормозите, и можно будет просчитать. Конечно, можно было лучше, крупнее, но можно просчитать. Вот одному я пишу, пишу здесь, думал, он жениться, помолитесь за меня, Господу, что я хочу жениться. Я пишу, не Доросель. Так же говорил у пана Везина, не хочу учиться, а хочу жениться. Прежнее искушение ты избыл бегством, быв избит. Врач служил в военной части, там где-то в Донецке. Но то, что ждет тебя в семейной жизни, может закончиться много драматичнее и даже трагичнее. Победу над собой не сотворил. Разводов в стране в 86% первые три года после первой брачной ночи. Вот такая переписка. Ну, вот тут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Божественная мудрость... Вот здесь... И сила, нежели своя собственная, мирская. Нужно довериться Богу и стараться жить по уставам и заповедям. Кстати, Игнатий Тихонович, вы очень похожи на Авраама, который изображён на картине Караваджо. Авраам приносит жертву Исаака. Только похож или что-то он ещё хочет сказать? Я его в жертву приношу. Ну, я думаю, что можно найти золотую середину в вопросе женитьбы. Золотую середину. И не обязательно так всё обращать. Ведь просил вас помолиться, чтобы Господь сжалился надо мною и дал мне верующую, порядочную женщину. Ну, мне-то порядочная нужна, а не та, с которой я буду ругаться-то, а потом разведусь. То есть опыт уже есть, знает, как ругается. Такую я и сам могу найти не одну. Ну, только осталось пойти к мусульманам, попроситься к ним. Там четыре тебе навесят. Дальше я ему отвечаю. Тут вклиниваются другие, которые были, по другому вопросу их слова. «Ничего-то ты не понял, что тебе было даровано для исправления и уничтожения твоей дури постоянной и сладостной для твоего помощника, а может быть и хозяина?» То есть я говорю о лукавом, который завладел человеком. «Допущено было в лице того командира, который тебя лечил табуреткой, бил его. Зря ты убежал от своего такого любящего тебя врача в армейской форме-то». Ихристианство 8-3. «Не спешу уходить от лица его и не упорствую в худом деле, потому что он что захочет, все может сделать. Сразу видно, что советов никаких не принимаешь. Уже же не раз говорил, чтобы ты просчитал у отца мировой педагогики Хияна Амоса Каменского ярмарку суеты и проженитьбу. И к рейсеру Санатову Ивана Николаевича Толстого. Именно о браке и о жаждущих наполнять землю подобными себе немощными. Не хотел слушать. Упорно и не желаешь. И пока не прощешь эти труды, то завяжи на узел похоть пожарную. Свои бесстыжие глаза и не гляди на женскую срамоту. Плохого совета дядя Игнатий не даст, как пишут в средствах массовой информации. Дальше я в местописании пишу. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не взорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменно ходят, подняв шею, и обольщая обзором, и выступают величавый поступ, и гремят цепочки на ногах. Исайя 3.16. Аголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки. И серьги, ожерелья, опахала, увязла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перси и кольца в носу, верхнюю одежду нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие пончи и повязки покрывала. И будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плеш, и вместо широкой пончи узкое бречище, вместо красоты клеймо, мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. Ну вот несколько мест таких писания. Выписали хорошо, что вчера делали, события дня. Вчера был первый день после Рождества, восьмое. Сижу один здесь дома, вот. Воробьев кормить надо, почти сотни. Голуби и свои. А на своих пойдешь, напал за неделю, около шесть-семь голубей потерял. И такие самые породистые были, все вымерли. Такая вертлящика называется, голову выращивает, и они никуда не годны. Ну, бог знает, я и святой водой их покропил. Ну, вот так вот день-то и идет. Позвонят тут. Занимаюсь в интернете, выставляю и прочее. Ну, и так, можно сказать, все на сегодня. Ну, и так, можно сказать, все на сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...